Добрый день, уважаемые студенты! Вашему вниманию представляется тема «Социально-психологические методы управления на предприятии». Социально-психологические методы управления это совокупность специфических способов воздействия на личные отношения и связи, возникающие в трудовых коллективах. Они включают методы воспитательного характера, а также методы психологического воздействия на сотрудников организации. Применение социально-психологических методов играет огромную роль при реализации функций мотивации и принципов вовлеченности персонала в совершенствование организации. Они опираются на духовные мотивации, с их помощью руководители воздействуют на сознание работников, на социально-этнические, религиозные и другие интересы людей и осуществляют моральное стимулирование трудовой деятельности. Социально-психологические методы подразделяются на социальные и психологические. Социальные – это способы и приемы воздействия на процессы формирования и развития коллектива, на социальные процессы, протекающие внутри него. Психологические методы направлены на гармонизацию взаимоотношений работников организации и ее структурных подразделений. Психологические методы могут быть прямыми, это убеждения, внушения и так далее, и косвенными – улучшение условий труда, повышение его содержательности и так далее. Формирование малых групп, социального нормирования, социального регулирования, социальной мотивации, профессионального отбора и обучения обычно реализуются через систему управления персоналом организации. Факторы формирования социально-психологического климата подразделяются на управленческие и психологические. К управленческим факторам относят стиль и методы управления персоналом, отношение руководителей к работникам, этика взаимодействия управленческого и исполнительского звена и другое. К психологическим факторам относят взаимоотношения работников между собой, уровень конфликтности, взаимоотношения сотрудников с непосредственным руководителем. На следующем слайде вам представлена разница между организационно-административными, экономическими и социально-психологическими методами воздействия. Способы социального воздействия Первый способ – управление отдельными групповыми явлениями и процессами. Второй – это управление индивидуально-личностным поведением. К первому относят моральное стимулирование коллективной инициативы и творческой активности работников, социальное прогнозирование, планирование, нормирование и регулирование. Ко второму способу относят моральное стимулирование личной инициативы, воспитание и обучение. Личный пример. К инструментам реализации социально-психологических методов управления относят следующее. Формирование и развитие первичных коллективов. Гуманизация труда. Например, это дизайн и удобство рабочих мест, наличие современных технических средств труда. Психологическая мотивация. Психологические методы отбора и обучения сотрудников. Формирование оптимального психологического климата на предприятии. Это стили руководства, культура управления, этика управленческой деятельности. Психологические методы управления подразделяются на прямые и косвенные. К прямым психологическим методам управления относят это условия труда, внешняя приводникательность работы, сменность, наличие элементов творчества, ритмичность в работе. Второе. Элементы системы управления. Это формы стимулирования контроля, организационные структуры, положения, должностные инструкции и т.д. Третье. Личностные, социальные и социально-психологические факторы. К ним относят психологический климат, корпоративный дух, характер сложившихся традиций. К косвенным психологическим методам управления относят убеждение, внушение, подражание, привлечение, побуждение и принуждение. Таким образом, менеджер должен проводить психологические тесты сотрудников, тренинги, семинары для руководителей всех уровней управления, индивидуальную работу с работниками для определения их типа личности, темперамента, выявления и предупреждения конфликтов. Менеджер должен использовать социальные эксперименты, предшествующие кардинальным изменениям в коллективе, изменения в структуре оплаты труда, изменения лидеров. Также менеджер должен эффективно использовать в совокупности психологические методы и инструменты мотивации, внушение, убеждение, подражание, побуждение, для снижения уровня сопротивления изменениям. И, наконец, менеджер должен проводить социальные исследования в коллективе, анкетирование, личное наблюдение и так далее. Особое значение социально-психологические методы управления имеют при стрессовых ситуациях, возникающих на предприятиях. Стресс – это не специфический ответ организма на любое предъявленное ему требование. И в этот ответ представляет собой напряжение организма, направленное на преодоление возникающих трудностей и приспособление к возросшим требованиям. Существуют организационные стресс-факторы. Например, это перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка. Конфликт ролей. Неразрешенные конфликты. Неопределенность ролей. То есть работник не уверен в том, что от него ожидает. Неинтересная работа. Плохие физические условия. Шум, холод и так далее. Неправильное соотношение между полномочиями и ответственностью. Плохие каналы обмена информацией в организации. Неблагоприятный морально-психологический климат в коллективе. Отсутствие социальной поддержки. Существуют организационно-личностные стресс-факторы. Это страх не справиться с работой. Страх допустить ошибку. Страх быть обойденным другими. Страх потерять работу и потерять собственное «я». Выделяют два метода борьбы со стрессом. Это антистрессовое руководство и антистрессовое подчинение. Антистрессовое руководство. Менеджер должен точно оценивать способности работников. Четко определять функции, полномочия, пределы ответственности работников. Быть психологически устойчивым при получении отказа работника выполнить работу при неудачах. Демонстрировать свое доверие и поддержку подчиненным. Использовать стиль руководства, соответствующий конкретной ситуации и особенностям состава сотрудников. Прибегать к компромиссам, уступкам, извинениям. Быть корректным при взаимоотношениях с персоналом. Использовать только конструктивную и этичную критику. Использовать мероприятия по снятию стрессов сотрудников. В свою очередь сотрудник должен Налаживать эффективные деловые отношения с руководителем. Требовать от руководства и коллег полной ясности и определенности в сути поручаемых ему заданий. В случае невозможности выполнить порученную работу уметь, сказав «нет», обосновав отказ. В случае противоречивости заданий обсудить это с руководством и коллегами. Искать возможности для кратковременного отключения и отдыха. Набираться опыта на собственных ошибках. Разряжать свои отрицательные эмоции, но в общественно приемлемых формах. Не смешивать личные и служебные отношения. И, наконец, если вас не устраивают условия и содержание труда, заработная плата, возможность продвижения по службе и прочие организационные факторы, проанализировать возможности оставаться на данном предприятии. Спасибо за внимание.